Только начался сентябрь, а уже надоела школа? Заходи на сервер с лучшими учителями и худшими одноклассниками. Тут ты сможешь плюнуть в лицо учителю за поставленную двойку, или же забить ему стрелу. Весь сервер выполнен в аниме-стилистике, что не даст тебе заснуть во время урока. Классы с сервером можно перечислять долго, но всегда лучше зайти самому и разбить стекло портфелем. В общем, не буду жевать вафлю. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Здарова народ, барабанщик на связи. И сегодня мы снова играем во что? Правильно, в Грис мод. Да, я почитал комментарии, и некоторых из вас уже немножечко подзадолбала админ тематика, которая превалирует в большинстве моих роликов. Некоторым игрокам уже хотелось бы увидеть то, как я играю за РП профессию. Ну или же просто какие-то мои похождения в РП профе, когда я наблюдаю за какой-то ситуацией, или же сам принимаю в ней участие. Так вот, сегодня хочу поздравить вас с днём РПшки. В первой половине ролика я буду бегать за РП профессию, где-то в каких-то ситуациях участвовать, где-то за кем-то наблюдать, с кем-то пересекаться, разговаривать, взаимодействовать и так далее. И это достаточно плавно будет переходить в поиск нарушителей, потому что, когда я играю, я всё-таки на них натыкаюсь, и мне нужно что-то делать. В общем, для закрепления. В первой половине ролика я в основном играю за РП профу, изредка прибегаю к администраторским функциям. Во второй половине ролика РП составляющая никуда не отпадает, но просто чуть-чуть больше и чаще я использую админ-функции для наказания игроков. Мне кажется, что это скрипач, он высаживает контент из пальцев. Сейчас я вам открою дверь. Так, проходит только он, блядь. Да. Да нет, нихуя. Стойте на месте. Можно... Не советую тебе подходить. Можно во всякие случаи удостовериться, потому что у вас есть лицензия. Блядь, похуй, короче, будет открытая дверь, я никого не боюсь. Ладно, просто покажите паспорт. И я проверю, что я не лекусь. Блядь, тут секретки нету, сныкаться. Вот стрельба ещё, короче. Небольшое всё оформлено по безопасности. Нет, это я, РОЛ. Да, мой небольшой склад. Ещё вниз спускаемся. Здесь вот у нас комната отдыха. Блядь, не сюда. Я не вижу. Сейчас, я схожу в свой офис за паспортом. Секундочку. Вон он. Сейчас, я буквально за паспортом и вернусь. Сидите здесь. О. 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 Короче, я тебе дам награду, но только молчи об этом всём, окей? Просто посиди здесь, будешь жив. Не волнуйся. Окей. Да хуйня, блядь. Чё за хуйня, блядь? Я молоко попить хотел, суки. Сейчас убьют. Блядь. Блядь. Сраться, всраться. А чё произошло? Пиздец. А чё он ебашиться-то с ними начал? Я не понял. Сука, куда я попал? Чё за хуйня происходит? Пиздец. Я просто прокрался какому-то лысому дурачку в квартиру. Он подумал непонятно вообще о чём и начал ебашиться. Зачем? Пойду я лицензию получу. Есть кто-нибудь здесь? Здравствуйте, мне лицензия нужна. Лицензия, 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 лицензия недорого. 500, всего 500. Ну давай, я передам. Я передам. Ага. Господин мэр, вот этот вот молодой человек построил банк без... Не имея зелья. Ну, выдайте, выдайте. Так, ладно, сейчас. Спасибо, я пошёл к себе домой. Я знаю, что у вас там маниплитор нет. Всё. Летензию хочешь взять, летензию хочешь взять, или что такое? Я тебя хочу. Давай. Давай. А запроси его, ага. У меня запрашивай. Что это, кто это? Арестуйте его. За что? За что, что я сделал? Вообще-то, как вы сюда проникли? Молодой человек, пожалуйста, выйдите отсюда. У вас 5 секунд. Один, два, три, четыре. Выходите отсюда. Ну, открой. Арестуйте его. Сейчас, 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 подожди. Ну, открой, да, я выйду ещё. Давай, держи. Ну, я потом ещё приду. А вот школьник-то хороший оказался. Он мог бы пойти на поводу у мэра, меня взять, арестовать. Сразу же, лицом к стене, не проверив ничего. Но он меня взял, выпустил. Респект ему. Ебать, убили кого-то. Вон там, кажется. Ебать. Хлопнули кого-то. Да. О-о-о. О, они так были на жалобу, наконец-то. Добрый день. Есть информация, то, что у вас дома хранятся манипринтеры. Ты чё, шизик, иди отсюда. Ты только что тут был. Братан, есть информация, то, что ты сейчас МЛМ пишешь, и я на тебя сейчас ЖБ напишу, и ушёл. Да иди ты со своей ЖБ, нахуй. Сам иди. Ну, слышь, мент уже ушёл по моему приказу, нахуй. Шо ты, блядь. Алло. Я к нему не полезу. Слышь, у тебя окно разбили. Чё? Окно разбили тебе, говорю. Блин, он заебал, он возле меня стреляет прямо. Готов. Опа, включил админ мод. Короче, у меня есть СВУ, чтобы я издалека кого-нибудь хлопал, и СВД, чтобы я вблизи доставал, и сразу фастом нахликивал, почему? Сделал. А чё происходит тут? Тут ни хера не происходит. Парня. У нас, у нас заложки. У нас заложки. Покажите, покажите, вы что заложки. Я заметил одну интересную тенденцию в поведении школьников, которая очень схожа с поведением вумен в принципе. За считанные секунды он успел сделать аж два нелогичных действия. Первое, ну, вроде бы, куда бы ни шло, он говорит то, что у меня есть заложник. Причём полиция не делает ничего такого, чтобы спровоцировать его на стрельбу. Сама формулировка «у меня есть заложник» у микробандитов, она подстёгивает госов на то, чтобы найти точки соприкосновения и порешать конфликт так, чтобы никто никого не поубивал. Причём полиция в этих фрагментах, она не сделала ничего такого, чтобы челик на микробандите начал что-то делать, ну, вот из ряда вон выходящее, как сейчас. Блин, сука, они перестанут вздохнуть уже? Ёбану в рот. Ты же оружие убери, ты заебал. Слышь, по-всяцике он с пушкой стоит. На вас. Чё вы с пушкой стоите? Чё вы стреляете в сотруднику полиции? Вы вообще в своём уме? Полицейский на вас решилось покушение. Ломайся окно и идите. Я видел, щас, щас, щас всё будет. Уйдите отсюда. Ломайся окно и идите. А зачем ты их убиваешь просто, я не могу понять? Слышь, стой, 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 стой. А зачем ты их убиваешь-то? Легко вот этим вот оружием. М4 и 11. Зачем? Я спросил, зачем ты их убиваешь? Слышь, э, э, мужик, 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 подойди, подойди. Они уже 5 утра идут. Здорово. А чё ты стреляешь-то? Чё ты стреляешь-то? Зачем? А они хотят наши деньги украсть. Так, полиция тут просто стояла, она ничего не делает. А ты по ней начал стрелять, зачем? У меня пофиг. Хозяйте написали, что на нас ордер. Не, прям если. Это, это уже угроза. Они на нас ордер взяли, и они будут сюда приходить и приходить. Так, не было никого приказа, а больше. Вы нас хотите рейдить? Конечно, хотим, конечно. Хозяйте нас приедить. Да, блядь, рейдить. Вообще, вообще, вообще. У них манники есть, ребята, у них манники есть. У них манники! Пофиг нам манники. Сейчас же на меня не этим убираемся. На человека, на человека пофиг, он убивает людей ему пофиг. Вы понимаете, я тебе могу разбираться с психологом. Откройте, я вам помогу. Он несовершеннолетний, а уже полицейским стрелял. О, ну все, его нет уже. Ну, давайте, откройте двери для проверки вашего дома, либо мы возьмем ордер и выбьем вам двери. Либо дайте ему пизда. Ему просто пизда придет сейчас. Не, что-то. А мне пофиг, блядь. Сука, чел сидит у себя в квартире, к нему еще толком никто не зашел. Он берется и расстреливает людей на улице. Ну, блядь, нормальный, нет? Пофиг, сиди туда в бане 30 минут, долбоёк. Эрпостена! Сука, как я скучал по этой надписи ебучей. Уйди! Вот так! Возьми, уйди. Здесь тебе так надо. Кстати, что у тебя с лицом? У меня все в порядке. Я помню, ты неизбанчивый. Ну тебе вот скажи, как? Делать нехуй совсем, что ты на ручки дергаешь, блядь. А, че? Что, че? Алло. Чудо-юдо, блядь. Ебать. Слышь, а если я тебе сейчас за анус дёрну крючком рыболовным, тебе это понравится? Нет, спасибо. Ну тогда перестань ручки дергать, ну серьёзно, на дурака походишь. Ладно, сорян. А где торковец душ? В ТикТоке много таких, они ещё таро раскладывают. Привет, выйди из дома моего, я его только что купил. А можно у вас пересидеть, пожалуйста, там уже две минуты? Нет, там дом есть свободный, пойди туда. Хорошо, спасибо. Серьёзно? Надпись так сильно мешает? О, я сделаю заборчик. Точно. На тротуарах нельзя свой суд, дай будете плохие люди. Пить лопатой будут тебя. В смысле не застроится. На тротуаре нельзя. На тротуаре нельзя. Где это сказано? Тепло.1, право строительства. Сейчас гляну. Нет, про тротвара тут что-то ничего не сказано. Я сейчас убью всех. Блядь, это хуйня. Вышел нахуй отсюда, пока я тебе голову не пробил. Ладно, извините, лысо. Пошли. И вы гад, и лежать, т-т-т, издаст ту-ту-ту, у меня из-за шахера, я в меня, брус, закрываю черным перемещением. Также могут строить декорации возле дома, которые не мешают передвижению. Не мешаю никому. Считайте, у меня уголок этот чисто мой. Игнорирование ФРРП, выданное некоторым крим-профессиям, работает только в безлюдных местах. Можно этим попользоваться. Объясню как. Вот есть, например, чел с профессией громила. Мы можем что сделать? Мы можем подойти за мента, угрожать ему оружием. И если мы находимся в людном месте, как, например, здесь или вон там, то он не может сопротивляться. Все, уйдите за мой дом. Ну, хотя хочешь, за поворотом. Нормально, нет, все. А, ну, давай туда сходим. Пошли. Помогайте, меня связали. Я на улице. Заходи. Помогите, я на улице, меня связали. Давай прямо как ассасин два раза прийти. Я на улице, меня связали, помогите. Помогите, меня связали, говорю. А, 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 а. Чубака, не оттягивай, давай. Зайи, или я отрежу тебе чья. О, вот это прикольно было. Мне понравилось. Ну да, класс. Два ублюдка. Меня связал велосипед. Угу. Меня убили с ножа. У тебя нарушение на НРП. ББ. Ладно, только то, что ты сам оттягивался, но это... Я как бы говорю, идти нормально. Ты стоишь, упертый, как тянку чекает. Тук-тук. Надпись умеешь читать, нет? Тук-тук? Нет, я не умею в первом классе. Хуё тебе. Назад отойди, прочитай сверху по буквам. Хорошо. Я не понимаю. Там написано, вход не рекомендован. Уходи. Нет, но я хочу войти. Ну, переходишь рано или поздно. А тебе пять тысяч дам. Зачем? У меня не клуб, чтобы я платно людей впускал сюда. Давайте бесплатно. Я гостей не жду. А чё так? А чё так? Один люблю жить. Я суперзлодей. Да, ну... Знаете, ваши квартиры посмотреть? Я всегда с нас захотел бы смотреть. Квартиры суперзлодея. На авито зайди поищи. Да нет. Можно дверь выломать? А вам можно дверь выломать? А можно тебе зубы нахуй выбить? Можно? Битой. Не-не-не, я же ваши двери выломаю. Да не, не выломаешь. Сейчас я вашу... Как её выломать? Открываете, ОМОН приехал. Какой-то ОМОН смешной в первом классе. Я сейчас... Я сейчас папу позову. Давай маму лучше. Нет. Да давай маму. Я сейчас брату позову. А-а-а. Ну ладно. Дверь, открой мне. Я не хочу тебе дверь открывать. Опа, блядь. Пошли на свою тах... Хе-хе. Нормально. С вами БР Грилс. Сегодня мы агрим на себя пиздюка. Хочешь попробовать? Оп. Опа, проснулся. Ебать, что? То есть я могу вот так издалека закинуть? И потом забежать, правильно? Правильно, да? Опа. И всем было до пизды? Да я не верю, блядь. Вон то самое окно. И... Из того окна можно даже вот сюда дострелить. Если очень сильно захотеть. Чубакка, да? Чубакка. Слышь, Чубакка. Нормально все, нет? При отбеливании ануса ни в коем случае нельзя использовать бытовой отбеливатель. Он не осветлит кожу, зато с большей вероятностью вызовет ожог. Блее. А то? А то? А раньше можно было сказать... Отойдите. Бер, уйдите вон еще. Да. И понимаете, вы встали на его лавочку. Ногами. И еще. Блядь. Кстати, я тебе могу подсказать кое-что. Раз уж ты решил помочь. Пойдем. Можешь, короче, стрелять вот из этого окна или из этого. Ну, у меня ничего, у меня ничего дальная стрелька. О, еба, там признаков, подожди. Блядь, опять он пришел? Ну, пиздец. Ну, давай, беги. Барабанщик, это же фрекил, не так ли? Нет, мой маленький друг. Это превентивный удар по человеку, который только что при мне, прямо тут вот, под домом моим обсуждал, как он хочет меня зарейдить. И обсуждать он это додумался прямо в людном месте, посреди дороги, возле спавна, где постоянно бегают люди, госы, бандиты и так далее. С челиком, который со мной договорился помогать мне. Немного потом этот микробандит обидится на то, что я его убил, и возьмет профессию госа, чтобы меня уже зарейдить на законных основаниях. Это адекватно? Почему же нет? Конечно, адекватно. Это... А ты что, видел что-то? Или что? Ты что, видел что-то? Что сделал? Стырит? Ты что-то видел, что-то? Что ты сделал? Зачем, зачем? Что я сделал? Что ты видел? Он что-то видел, мне кажется, что он что-то видел. Ты видел что-то, я тебя спрашиваю. Мужик, скажи, ты что-то видел? Я ничего не видел. Ну иди отсюда тогда. В пули лезешь, блядь. Момент баскетбола с манипринтером, ну просто блестящий. Я его выкинул тогда, когда ко мне прибежали копы, чтобы обыскать меня на манипринтера. И тут на меня нашла очень интересная мысль. Запомните, пожалуйста, то, что на момент рейда у меня в квартире больше принтера ни одного нету, вообще никакого. То есть я единственный и последний свой принтер выкинул в окно. В квартире у меня его нету, поэтому оснований меня рейдить, конкретно эту квартиру, тоже нету. Главдельцам этого дома я не имею права разглашать такую информацию. Что-то удар ты спалил? Ладно, сейчас провью папку. Так, ребята, донять позицию. Ебать, я вовремя его выкину. Перешкола Артура. А что происходит? Дадите подчас, сдамять, когда нужно. Его живут. У нас тут 2 Las Vegas. Граждане этого города 2 минуты прошло, так что... Да, я зайду домой, блядь, я открою двери. Я открою двери. Открой двери. Отойди, ёбаный дверь. Дюб-дюб-дюб-дюб-дюбу. You ftruso Оsp, подожди, опять им ничё не имётся, а блядьoster-чём пришёл А, ты Zhen spam? Тебя не, ты вообще ненормальный Ерин, можно прийти, пожалуйста Нет нельзя Зачем вам прохать? Пиздец, зачем нужно, у меня Ничего нету Знаешь passa, не знаешь, like Жон offline, а почему ты не можешь сказать зачем Обезьяна, слезь нахуй с моей решетки, че ты там лазишь. Ну все, давай, я жду там. Если что, давай команду стрелять. А, ну окей, окей, я тебе тогда буду звонок просто делать. Пойдите пока у тебя дома. Я у себя дома на территории своей нахожусь. Нет, это не считается территорией, как это улица. Ну ты не понимаешь, я могу вот так зайти на раз-два домой к себе и все. А так я осматриваю хотя бы, че вокруг происходит. Вот так только зайти можно. Да я, блин, без тебя разберусь, как я могу по своей территории ходить. Вчера это... А там они типа каждый день очищаются или как? Нет, надеюсь, нас не видно. Ты ничего не видела. Вон он! Василий, Василий. Ну и ладно, не прохуй. Че он его пизданул? Алло. Цель устранена. Красавчик, я понял. Ой, молодец, какой ты посмотри. Ты надпись читать умеешь? А, че он? О, танцей, здоровчик. Калир. Здоров. Все, прочитал, все, можешь не заходить. Да, я зайду. Живи, я ломаю. Ай, черт, хожу. Ага. Сломали хлебальник. Ломали хлебальник. Так он же это начал делать, кстати, в общественном месте. Денис Богданов. Здорово. Спасибо. Слушай. У тебя армия ТРП, фрикил, нон-РП. И в чем? В чем? В их действиях. Нарушение я тебе объяснил. Сейчас выдаю наказание. Хорошо, давай поговорим о счет них. Армия ТРП в чем? Ну. Хорошо, давай поговорим о счет них. Армия ТРП в чем у меня? Достал оружие, начал размахивать, разбивать стекла. И также достал оружие, следующим образом начал в людном месте стрелять по людям. Молодец. Удачи. А, ну, НРП. Я тебе только что это все объяснил. Ну, достал оружие. Хорошо. Погоню следующим способом, потом, значит. Долго ты будешь? 1,40. Капуша. Плюс. Мне уже пора идти. Отпечатаешь, печатаешь, печатаешь. Все, последние слова твои. Найду их. Оружие пока перезаряжаю. Удачи тебе, меня балет. Типа Рудка. Типа Рудка. Да, потом поговорим о счет этого. Так не знаю, друг. Не. Я тебе потом расскажу. Надо, чтобы это Рудка типа слышал. Ну, неважно. Это типа Рудка меня сейчас банит. Стоп, а если я сделаю по-другому? Хорошо. Да, могу в Дискорде. Могу. Могу. Я будешь банить или будешь запечатать? А, он типа жалобу решит подать? Невозможно. Эй, парень. Парень, просто гай. Короче, это тибил. Я ему сломал стекло, он начал мне стрелять. Я его взял и убил. Насколько же это, блядь, мерзотное создание на Unlimited Super Admin. Да, это донатер. Причем послушайте, как он описывает свои действия. Он дословно, блядь, говорит то, что он сам чела спровоцировал на перестрелку, нарушив правила тем самым. И потом еще нарушил сверху. И его бедного несчастного за это, оказывается, хотят наказать. Просто Абдристан и ублюдок. Мало того, что он начинает втихую жаловаться на чела, который его по факту забанил за его нарушение, так он еще и уберет в крысу и оскорбляет. Ну, некрасиво. О, Сар. Вот, забанил. Я говорю, типа Руд. Ну, Нэм, человек. Ну, Нэм, человек. Чубака. Да, дач. Привет. Еще раз. Слушаю. Нехорошо получилось. Насчет бана. А в каком смысле? Прямом. А что, я был в чем-то неправ или ты был в чем-то неправ? Да, я был неправ. Я тебе не по этим правилам выдал наказание. У тебя теперь три часа бана за оскорбление администрации. Ну, во-первых, я не оскорблял. Нет, ты от меня оскорблял. Ты позвонил кому-то поплакаться и назвал меня дебила. Нет, я не оскорблял дебил. В чем прикол. То есть этого не было, да? Честно, я тебя не оскорблял. Это типа Руд. Нет, я искал дебил. Дебил? Да. Но на им дебил и так далее. Ты не говорил такого? Блин, а что дебила я не помню, честно. Ты только что же говорил. Ты только что говорил это. Так ты говорил, нет? А, бана, три часа пофиг. Все равно ухожу. А, ты попытался обмануть, да? Нет. Да, нет, ты попытался обмануть, но ты типа теперь забыл. Нет, я извиняюсь, конечно, за это. Я забыл то, что я такое говорю. Невозможно и говорю, честно, я не помню. Пять часов бана у тебя за оскорбление, а также обман. Угу. Что дальше? Все. Потому что еще на перму забанишь. Ну, можно говорить себе на перму, но мне в принципе без разницы. Как же мне пофиг, если честно. И вот он, железный аргумент. Как же мне похуй на то, что сейчас произошло. Даже если ты стоишь в окружении своих знакомых или же на каком-то мероприятии, и ты вдруг случайно или же по своему желанию насрал полные штаны дерьма, будь уверен, всем будет точно так же похуй на тебя, и никто тебя не посчитает дебилом с недержанием, если ты скажешь то же самое, что сказал он с такой же интонацией. Кстати, к подобному роду долбоебов еще относятся микрочелики, которые, может быть, в компании сказанут какую-то хуйню, которую никто не выкупил, и они единственные считают это каким-то приколом. И чтобы выкрутиться и не показаться дебилом в компании, они скажут то, что это рофл, вы же, блядь, не поняли. В лицо тебе скажут, чувак, без проблем, бывает и такое, окей. А про себя вполне себе справедливо подумают о том, что ты безголовый уебан, который не знает, когда можно что-то вкидывать и в какую компанию, а когда нет. 5х. 1.33. Плюс 1.41. Как уже ты все-таки долгий? Ты меня слышишь? Чебака. Да, я тебя слышу. Аля. А наше админат проплет. Че такое? Можно вопрос, а че ты на тортуарах строишься? А че я мешаю кому-то? Ну, ну, просто мне интересно. Я мешаю кому-то? Ну, вообще нельзя строиться. Где написано? Ну, 2.10. 2.10? Вроде бы как. Запрещено строиться на территории, не принадлежащей вам или вашей профессии. Не совсем то правило. Какое еще ты хочешь? Ну, вам тротуар не принадлежит, это государство. Государство? Территория. Ну, там вход абсолютно открытый. На карте там отмечено. Там вход открытый. Не, не, государство отмечено. Я вам просто говорю, там на карте отмечено, что тротуар это как общественное место. Она помечена красным цветом. Да как-то нет, на карту глянь. Возле спавного угловой домик вот этот вот. Это территория владельцев, так же могут строить декорации возле дома, которые не мешают передвижению. Куда ты передвигаешься по этому тротуару, который с одного угла в другой идет? Ну. Ну, куда? Ладно, пофиг, давай. Закрывай админ жалобу. Его че, блять, друг подослал мне хуйню какую-то гнать про тротуару. Хочешь ходить по тротуару? Ходи. Не, че, к стене стало. Не. К стене стало. 25 тысяч на пол. 5? 25 тысяч на пол. Не, давай 10. У тебя микрофон залагивает. Ну, 10, так, 10. 25, нет, погоди. Нет, 10, 10. Да, хорошо, дорогие 10. Пусти. Где? Спасибо. Это более снисходительный, я его в живых оставлю. Фрикил! Ты меня убил, с чего ты меня убил? С оружия. Ну, во-первых, я доставал оружие, это первое. О, ты стоял без оружия, ты вышел на улицу, ты просто стоишь. Залупу чешешь, я вышел, точнее, я стоял, ждал, пока ты видишь. И пизданул тебе, ушел. Да, Дэмка. Так, а че, в чем прикол, че тебя не устроило? Он меня ограбил. Потому что у меня было оружие, ты как бы это и видел, в итоге ты меня убил. Бля, у меня тоже есть оружие. Ну и че, я не могу им пользоваться. Особенно тогда, когда ты не видишь. Лакерич, ты тут? Ну смотри, дело так-то было. Они меня ограбили, я им деньги отдал и все, ушел. Отошел на безопасное расстояние, дождался, пока двери они откроют с другой стороны и выйдут. Вышел один, один из тех, кто хотел с меня больше денег взять, я его и пизданул за наглость. Тот, что меня ограбил на меньшую сумму, а именно просил десятку, я его не трогал. Хотя тоже его мог хлопнуть. Ну, вдвоем грабили, там чел, получается, Форбс и его чел нарковарщик. Форбс с другого клана. Форбс с другого клана, как он может быть своим? Ну, вы меня вдвоем с одного клана челики грабили. Ты говоришь, что еще там какой-то чел с другого клана, он свой. То есть, если они с разной кланами, по-двоему, они не могут быть друзьями? Ну, ты тусуешься со своим соклановцем, и грабишься со своим соклановцем. Какой-то левый чел с другого клана, ты его не можешь по факту называть своим. Хорошо, значит, он друг, и что? Типа, я буду друга убивать, потому что он свидетель, нет? Мне в итоге ограбили, я им деньги отдал, убежал, сел на безопасное такое расстояние, отошел. И дождался, пока они будут выходить, и все. А мне не сказали, убегай. Мне сказали, деньги скинь. Я скинул. Только это не придраться. Я скинул, ты убежал. И что дальше? Ты типа приебаться? Я тебе не говорил убегать. Ну, ты мне не говорил стоять до конца самого. Ты мне сказал, деньги скинуть, я тоже могу до этого доебаться. Серьезно, знаете, поставил лицом к синее, после этого эти посылки и че я в стену кидать должен. Просто после этого, как скинуть деньги? Три я скинул, я получу, ставлю тебя лицом к синее, потом после этого, когда ты скинул, ты скинул, ты скинул. Какой фига ты ушел? Ну, как бы ничего страшного, и ты скинул мне деньги, что поменялось. Ну, да, я тебе скинул деньги и ушел. Че мне дальше там делать? Ебалом торговать стоять? Не, не кайф. Без понятия. Ну, например, я любо чего могу сделать. Ну, например, я могу доебаться до того, как ты спланировал это ограбление. Просто с бухты барахт увидел рандомного челика и такой, о, лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Знаешь, ограбление как-то тоже планируют. Я ж до этого не доебываюсь. Это обычная формальность. Да нет-то такое же сравнение. Мне сказали скинуть деньги, вот и все. Это единственное, что от меня хотят. Я выполнил требование, что-то меня убил бы, что ли, за это, если бы я скинул деньги и убежал. Убил бы, получил бы фрикил или же НРП. Ну, вот. Чему тут придираться? Я сделал все, что от меня требуется, чтобы сохранить жизнь. Если жизнь сохранил, сохранил. Просто лакерич, почему не считается то, что он меня после этого убил? Почему это не считается? Я отомстил. Вот, потому и не считается. Ну, в смысле ты меня отомстил? Ты серьезно, у меня как бы была пушка, у тебя ФРРРП только к, получается, карманникам, грабителям и бандитам. Ну, ты-то уже отошел от этого состояния, когда ты только что челика ограбил. Ты вышел на спокойночах на улицу и стоишь просто торгуешь еблом. Что? Ты меня при чем еще на улице убил, ло? Даже если там... Даже если не считается нарушением то, что ты... Правильно, я не пойду в помещение, где есть два челика по-любому вооруженных. Я буду действовать, используя голову. Итог какой, что дальше? Типа, он меня ограбил. Он деньги получил, получил. Единственное, чем он недоволен, то, что я ему отомстил. Ну вот, и все. Может, ты еще раз возьмешь профессию ГОСа, чтобы меня зарейдить конкретно? Когда я тебе до выбора профессии ГОСа разбил ебло за криминал? Может, еще что-нибудь такое выкинешь? Не? Ну, так же, чисто, чтобы ко мне прибежать домой. Не знаю, меня конкретно одного зарейдить, потом дальше за криминала играть. Может, ты что-нибудь такое сделаешь? Как обычно. Или ты будешь обижаться на то, что я тебя убил? Ты знаешь, типа, у тебя Феррар П. Ну, я не знаю. В чем Феррар П, если ты за оружием стоишь просто среди улицы, и все. Потому что я тебя ограбил. У меня было оружие. Ну да, теперь-то у тебя оружие нет, и ты меня не видишь. Если ты отомстить получается, если чел мстит вот таким образом, то есть я уже ограбил, например, после этого он мстит, всегда это считается каким боком ФРРП, почему сейчас не считается без понятия? Ну потому что тут нету ФРРП. У меня было оружие, ты должен бояться, потому что у меня было оружие, я тебя... У тебя нету уже оружия на тот момент, когда я по тебе стрелял, начнем с этого, тем более ты стоял, не искал меня на этой улице, ты просто стоял, занимался своими делами, почему я тебя не могу убить в этот момент, я не знаю, вроде бы все нормально. Ты меня ограбил, ты мне деньги отдал. Ты меня ограбил, забрал у меня деньги, и я почему-то не могу тебе отомстить никаким образом после этого, серьезно? Ну да, по факту не так. Нет, это по факту не так, я криминальная, а также профессия, которая готова на такие действия, почему нет? ФРРП только на карманника, грабителя и бандита. У тебя нету ФРРП, она получается громила. То есть я должен тебя постоянно бояться с оружием ты или без, серьезно? После твоей смерти ты уже меня не должен бояться, потому что ты этого не помнишь. В смысле после моей смерти ты меня не убивал, ты меня просто ограбил, ты что, не понимаешь этого, нет? Потому что у меня есть оружие. Тебе, что вот говорят конкретно в правилах? Если вас хотят ограбить или же убить, то профбандит может полностью проигнорировать ФРРП против отряда до двух человек, состоящего из бандитов или грабителей. Против других профбандитов ФРРП игнорироваться не может. Значит он будет действовать так же, как и для всех остальных профессий. Для всех остальных профессий он действует как? Так, ты стоишь без оружия, никакого действия по отношению ко мне не предпринимаешь и мне ничего не мешает достать оружие тебе отомстить. Тем более у меня все есть для этого, и оружие, и место, и отсутствие свидетелей. Твой друг так и не понял на тот момент, кто тебя-то добахнул. Я уже в этот момент ушел. Все нормально. Ты ограбил? Ограбил. Деньги получил? Получил. Тебе отомстили? Отомстили. Чем ты недоволен? Или тебе надо было 25 тысяч все-таки давать, как ты хотел? Я недоволен тем, что ты меня просто убил на улице. Бля, а я недоволен тем, что ты мне мозги ходишь ебешь, что ты пытаешься меня заебать на крим-профессии, когда я дома сижу, но когда ты все-таки переходишь в черту, я тебя убиваю, ты берешь госпрофессию и идешь меня рейдить, и потом ты меня выискиваешь, чтобы меня ограбить за крим-профессию. И ты удивляешься, что я тебя по правилам отомстил. И потом ты после этого идешь, сука, в соплях писать на меня жалобу. У тебя как с головой нормально все? Че-кинь, ситуация, когда я взял мента, хотел себя зарейдить, у тебя как бы был маник. Да, и как ты это понял? Как ты это понял? Вот в том-то и прикол, что никак он не понял, что у меня маник, потому что у меня в квартире его не было. Единственная актуальная причина, которая котируется, по которой он меня зарейдил, это то, что он сопливый, обиженный долбоеб. И вот и все. Перемотайте, пересмотрите момент, когда не только-только подходят к квартире, еще даже не успели подойти, у меня уже маника в квартире нету, но он все равно хочет рейдить. Как я тебя понял, я когда захожу за, получается, госа, если где-то стоят маник, у меня есть точка, с помощью которой показывается, где есть эти маник. Но только ты как-только стал госом, ты пришел ко мне, ты понимаешь? Ты тусил у меня хуеву тучу времени. Ты тусил у меня хуеву тучу времени. Что там появилась точка? Понимаешь? Нет, ты у меня хуеву тучу времени тусил. И там также был нарушен НЛР, потому что тебя я убил, ты пришел на место смерти. Ты продолжал рейдить, пытаться квартиру, рейд которой у тебя с первого раза не удался, а тем более весь твой отряд разъебали. Мне дальше продолжать или ты, может быть, остановишься на том, что я не буду искать нарушения рейда Буза, а также НЛРа? Обращение к администрации Вастер П-2. Обращение только к наборным. Выясните там между собой, кто будет этим заниматься. Я очень сильно тупанул, что проявил к нему снисходительность и не стал его наказывать за вот эти рейда Буза, НЛР и так далее, потому что он долбоеб. Убедительная просьба к какому-нибудь одному наборному администратору между собой выяснить, и кто этим будет заниматься, чтобы кто-то один выдал ему наказание за рейда Буза и НЛР. Ну, чтобы он просто формально в бане всю жизнь не сидел от каждого второго администратора. Буком, рейда Буз, ну ладно, окей. А закрывай. Вот, наверное, надо было с этого и начинать. А вот такого нету рейда Буза? Попуск, блядь, тупой. Сука, я же... Я же говорю на языке фактов, ребят, разве нет? Субтитры сделал DimaTorzok